Ирина Кусраева Ирина Кусраева Ирина Кусраева Анатолий Бибилов отметил, что сотрудничество с Татарстаном имеет большой потенциал. Да и представители Татарстана, отметил президент, уже задействованы в строительстве республики. Стороны также обсудили темпы строительства государственного драматического театра и решили некоторые вопросы по скорейшему его завершению. К другим темам. Во избежание заражения животных смертельной болезнью необходима массовая вакцинация. Однако на сегодняшний день в Управлении ветеринарного надзора Минсельхоза нет соответствующих средств. Что делать с фермером? Как защитить потребителя? В вопросах разбиралась наш корреспондент Сарина Кучиева. В Ленингорском районе Южной Осетии выявлен случай заражения животных смертельной болезнью. Ветеринары называют ее эмфизиематозный карбункул или эмкар крупного рогатого скота. Ветеринары знают о серьезных последствиях и ущербе населению и фермерам в случае распространения болезни и должны были своевременно вакцинировать весь крупный рогатый скот. Однако, как заверили нас представители ветеринарной службы республики, на это у ветслужбы нет средств. У нас нет средств, чтобы провести соответствующие профилактические мероприятия. Необходимо закупить вакцину. А ветеринарные врачи проведут работу по вакцинации. Сказать, что наблюдается массовое поражение животных этой болезнью мы не можем. Однако случаи падежа животных в Ленингорском районе зафиксированы. Поэтому вопрос нельзя оставлять без внимания. Ситуация серьезная. Необходимо провести массовую вакцинацию животных, чтобы болезнь не распространялась. Председатель парламентского комитета по сельскому хозяйству и малому предпринимательству Инал Джиоев считает работу ветеринарной службы республики недостаточной для предотвращения распространения подобного рода болезней. Я звонил в село Цинагар Ленингорского района. Как мне сообщили, наблюдается падеж крупного рогатого скота. Только сегодня они начали вакцинацию. Я считаю, что ветеринарные службы не выполняют свою работу должным образом. Они должны были провести разъяснительную работу с населением, рассказать о необходимости вакцинации. А сейчас, когда уже болезнь распространяется, нужно принять меры, чтобы локализовать ее. В Комитете по защите прав потребителей нас заверили, что ужесточат контроль на всех торговых точках, где реализуется мясная и молочная продукция. Начальник управления ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства также заверила нас, что все торговые объекты, где реализуется мясо и молочная продукция, ежедневно проверяются ветеринарными врачами. Служба новостей нашего канала будет следить за ситуацией. По мере появления новой информации, будем своевременно доводить ее до населения республики. Зарина Кочиева, Александр Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Отремонтировать капитально. Сотрудники ГУП ЖК Хазнаурского района приступили к ремонтным работам проезжей дороги села Корнис. Работы завершатся в течение двух недель. Подробнее расскажет наш корреспондент Алена Уттаева. Сотрудники ГУП ЖК Хазнаурского района приступили к капитальному ремонту дороги, ведущей в село Корнис. Если погода не помешает, то все строительные работы будут завершены в течение 10 дней. Для жителей также строится мост. Через этот мост сельчане добираются до святилища Карас и Тедзуар, где они молятся за здравие родных и близких. Раньше на этом месте был деревянный мост, но со временем пришел в негодность и невозможно было по нему пройти. В ближайшее время жители села Корнис и близлежащих сел отметят один из религиозных праздников – Карас и Тедзуар-Бон. Поэтому сельчане обратились к руководству администрации Знаурского района до праздника отремонтировать его капитально. И несмотря на то, что восстановление моста не планировалось в этом году, сотрудниками ГУП ЖК Хазнаурского района уже ведутся активные работы. Приближается праздник – Карас и Тедзуар-Бон. После обращения жителей мы сразу же приступили к капитальному ремонту моста. Завершим все работы в течение двух-трех дней. Наша техника работает и на дороге. Делаем отсыпку гравием. Протяженность дороги более двух километров. И ремонт дороги внесен в план текущего года. На особо сложных участках делается отсыпка гравием. Но из-за того, что дорога долгое время не ремонтировалась, автотранспорту трудно было добираться до места назначения. В планах у нас также ремонт дороги Бекмар-Сихиад и Сихиад-Цорбис. Эти дороги тоже нуждаются в капитальном ремонте. Уже отремонтировали дорогу Мугут-Аунею. А потом перейдем к выравниванию дороги села Хорнис. Все работы, которые внесены в план текущего года, мы завершим к концу июля. Капитальный ремонт дороги завершится в течение двух недель. И рабочие перейдут в село Терегванской сельской администрации. Алена Алтаева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. Очищенная и отныне безопасная территория. Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» завершил работы по разминированию территории вблизи селения Сарабук. Какая территория следующая? В репортаже Розы Тедеевой. Саперы Центра лидера МЧС России сдали очередную территорию, очищенную от взрывоопасных устройств. Работы вблизи села Сарабук велись в течение двух недель. За это время удалось обезвредить противопехотные мины, гранаты и другие взрывоопасные предметы. Очищенные территории российские саперы совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям республики официально передали руководству Схинвальского района. В территории общего количества 7,5 гектаров было уничтожено 13 противопехотных мины. Уничтожены, проводили мы сами. Вот в этих местах на целом Сарабук проводится выпас скота. Теперь уже ограничений на выпаса нету и население может свободно передвигаться вот в этой зоне. Отряд саперов будет работать на территории нашей республики еще в течение месяца. Все, что нам дают, мы, соответственно, все, что сможем, успеем за это время, мы сделаем. В данный момент отряд работает в Знаурском районе, уже заканчивает свою работу. Зная работу данных подразделений, я уверен, что за каждый сантиметр обследованных саперов центра лидера не отвечают. Гарантия. Гарантия на эту территорию. С центром лидера, я думаю, мы перейдем уже на другой участок. Это чуть повыше в моем поводу. Там у нас будут задачи потруднее, но по-любому мы должны выполнить. Работы нам на следующие 30 суток хватает. Все, что от нас будет зависеть, мы, как и раньше, соответственно, все выполним, сделаем с гарантией качества. Очень особая благодарность всем ребятам, которые занимались здесь непосредственно на месте разминирования роботами, ручным способом. В завершении работ на высоте Сарабук сапер и лидер и МЧС Республики Южная Осетия осуществили подрыв найденных крупнокалибрных мин и гранат. Роза Тедеева, Александр Икаев. Информационный выпуск сегодня. Слова благодарности, поздравления и, конечно же, подарки. Детский сад номер 13 отмечает свой 50-летний юбилей. Свои двери дошкольное учреждение открыло в далеком 1967 году. За эти годы из тень детского сада вышли сотни выпускников. Менялись педагоги и руководители. Но неизменным остается сплоченность коллектива и взаимопомощь. И, что самое главное, любовь и забота о детях. В детском саду номер 13 сегодня был особенный день. Все от мала до велика нарядно одеты, что самое главное, в хорошем настроении. Дошкольное образовательное учреждение отмечает свой 50-летний юбилей. В далеком 1966 году на этом месте был пустырь. И лишь в ноябре того же года приступили к строительству первого типового детского сада в Южной Осетии. С того самого дня в детском саду не стихают шум и детский смех. С днём рождения детский сад! Детский сад – это семя. И как у каждой семьи, у нашего детского сада есть свои традиции. Никакая другая система не исполняет столько функций, как детский сад. Образование, воспитание, уход, оздоровление. Детский сад – это капля здоровья, символ нашей работы. И сегодня я хочу ещё раз поблагодарить всех гостей, что нашли время и смогли посетить сегодняшний праздник. На юбилей были приглашены люди, которые долгие годы проработали в садике. В их честь сегодня звучали слова благодарности и поздравления. И, конечно же, какой праздник без подарков. Среди приглашённых были и те, кто тогда ходил в этот детский сад. Министр образования Наталья Гассева вспоминает, как она вместе с сестрой даже выходные дни проводили во дворе детского сада. Мой праздничный день, 50 лет – это очень хорошая дата, очень красивая дата. Я хочу пожелать родному садику, все мои садики родные, но это, понимаете меня, это особенно родное. Я хочу им пожелать долгих лет красивой жизни, долгих лет жизни этим малышам и долгих лет жизни тем, которые здесь работают. Это действительно титанический труд. Как сказала уже наша заведующая, это разнообразная форма работы, это разные направления, и каждое направление требует больших усилий. Счастья вам, здоровья, успехов, и пусть наши садики просветают. Министерством образования за плодотворную работу особо отличившиеся сотрудники награждены почетными грамотами. А дошкольному образовательному учреждению были вручены подарки. От имени президента и правительства коллектив детского сада с юбилеем поздравил председатель правительства Эрик Пухаев и вручил им подарки. Хочу поздравить всех сотрудников детского сада. Ваш труд в деле воспитания неоценим. Низкий поклон всем работникам дошкольного образования. Указом президента несколько сотрудников были награждены почетными грамотами. Среди них и Казбек Цавребов. Он с первых дней работает здесь, завхозом. Скромный, готовый всегда прийти на помощь. Так отзываются о нем все, кто с ним работает. Я 50 лет работаю здесь. Помню, как все начиналось. Эти деревья сажали мы. Им тоже по 50 лет. Сегодня большой праздник, и я рад, что так грандиозно его отмечаем. Поздравление, подарки детский сад получил и от городской администрации. Из всех профессий, наверное, ваше самое трудное и важное. Наши дети с вами проводят большую часть времени, и мы всегда знаем, что они под надежной защитой. Спасибо вам за все. С особой теплотой вспоминали проведенные здесь годы бывшие работники. Хотя работа с детьми самая сложная и трудная, улыбка детей стоит этого. Я 45 лет проработала здесь. Это были самые лучшие годы моей жизни. Наш детский сад всегда выпускал достойных людей. И сейчас я хочу пожелать здоровья воспитателям и детям. Праздничная атмосфера в детском саду номер 13 царила до самого вечера. Для детей были приглашены клоуны, которые развлекали их. Вместе пели песни, отгадывали загадки. Одним словом, праздник удался. Здравствуйте, Кузова Регина Чешткоева и Докочева. Информационный выпуск сегодня. В течение нескольких дней в нашей республике гостили участники музыкального проекта телеканала НТВ «Ты супер». Провели несколько концертов для югостинского зрителя. Не упустили возможность пообщаться с восходящими звездами и во Дворце детского творчества в рамках круглого стола. В работе круглого стола приняли участие и преподаватели Дворца. Участники «Ты супер» уже побывали в Схенвальском Дворце детского творчества, а теперь у них появилась возможность пообщаться друг с другом. Коллектив Дворца подготовил для гостей сюрприз – записи первых выступлений участников проекта. На вопрос, что в Южной Осетии им больше всего понравилось, они как один ответили – природа, гостеприимство и, конечно же, осетинские пироги. Ну, Осетия – она великолепная страна, Южная Осетия, очень. И мне очень понравились горы, очень понравилось ваше гостеприимство. И концерт вчерашний, да? Надеюсь, многие здесь были и всем понравилось. И хочу поблагодарить вас, что вы пришли на этот концерт, поддержали нас. Спасибо вам. Мне понравились осетинские пироги и лаваши. А еще мне понравилось, как вы всех поддерживаете, как вы делитесь своей энергетикой с нами. Это не реально круто. Ребята поучаствовали в веселой игре. К примеру, участница из Южной Осетии Арине Габараевой предстояло войти в образ креативного директора двух восходящих звезд шоу-бизнеса и представить их публике. Арина блестяще справилась с заданием. Приятным сюрпризом стала встреча с сотрудником Международного расчетного банка, который от имени коллектива банка преподнес им памятные подарки. Мы решили принять участие. Мы – это коллектив МРБ банка Международного расчетного банка. И мы посчитали возможным и нужным преподнести небольшие памятные сувениры участникам сегодняшнего мероприятия, детям, которые участвовали в конкурсе «Ты супер!». Мы очень рады, как нас сегодня приняли, как сегодня здесь было весело и радостно. Какие радостные глаза я видел сегодня. Это очень много стоит. Ничего лучше в жизни нет, как счастливые детские глаза. И я надеюсь, что в моей жизни таких счастливых дней будет еще много. И вам всем желаю того же самого. За несколько дней пребывания в Южной Осетии ребята получили массу впечатлений и надеются, что в скором времени у них опять появится возможность еще раз приехать в Аланию. Мы ехали через Гуары. Это было неописуемо. У меня просто нету слов. Там было очень красиво. Встретили нас очень тепло с пирогами, очень вкусными, осетинскими. Теперь это мои самые любимые пироги. Встретили нас очень тепло даже в некоторых городах, в которых мы приезжали, нас так не встречали. А в Южной Осетии пока что, мне кажется, самая теплая встреча была из всех. Другая юная гостья, Катя Якубова, помимо карьеры певицы, хочет выучиться и на модельера. Это выступить на большой сцене, даже как вчера, потому что это было классно все очень. И стать дизайнером одежды или дизайнером-модельером. У меня есть рисунки, заготовки, которые бы я хотела осуществить в жизни. Все участники телепроекта «Ты супер!» пообещали, что скоро они опять приедут к нам. Агунда Губозова, Эльвира Тибилова, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. А после тесного общения за круглым столом, все участники во дворе Дворца детского творчества устроили праздник для маленьких граждан республики. В День защиты детей Дворец детского творчества организовал праздник, продолжавшийся до позднего вечера. Во дворе юные воспитанники групп прикладного искусства представили свои работы. По бесероплетению, живописи, подделке из пластилина и многое другое. Были выставлены и работы участников конкурса «Цветимая Осетия». Сегодня прекрасный день. И мы с утра не устаем поздравлять вас, дорогие ребята, с праздником Днем защиты детей. Мы хотим, чтобы все наши дети были счастливы. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, уважаемые взрослые. С праздником всех нас. Наиболее отличившиеся дети, победители, призеры конкурса, были награждены грамотами и памятными призами. После вручения грамот за первые места и по завершению церемонии министр образования Наталья Гассева пожелала всем успехов. Грамотой награждается Ванеева Аляна, обучающаяся Дворца детского творчества, за первое место в номинации «Живопись». Конкурс, который проводился Творцом детского творчества, и которому мы сегодня подводим итоги, он, конечно, знаменует нашу с вами счастливую, спокойную, мирную жизнь. Ребята, мы благодарны вам за эти работы, и я уверена, что эти награды – это только начало. Мы будем знать, видеть, радоваться вашим новым и большим победам. На празднике дети встретились с любимыми героями из разных мультфильмов и фотографировались с ними. Приняли участие в играх, в лотерее, где ни один ребенок не остался без подарка. Завершилось праздничное мероприятие концертом. Вначале юные ведущие обратились к собравшимся. Минутой молчания покетить память детей, погибших во время военного конфликта на Донбассе. Каждый год, 1 июня, их вспоминают в Донецкой республике. В этот день почтили память и детей, погибших в Южной Осетии за время грузино-стинских войн. Дворец детского творчества подарил детям республики прекрасные музыкальные номера. Это национальные танцы, современные песни. Маленькие гости восторженно аплодировали всем выступающим. Дети государства Аланьи от мала до велика остались довольны праздником и с удовольствием делились с нами впечатлениями. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В финальном этапе соревнований сражались более 150 мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 15 лет. Из 19 команд России, в том числе и из Южной Осетии. Футбольная команда Дзавской школы-интернат заняла второе место на 12-х всероссийских соревнованиях по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Южная Осетия в пятый раз принимает участие в этом чемпионате. Но еще никогда наша команда не достигала таких высот. Барсы завоевали серебряную медаль соревнований. Из семи игр, которые они сыграли, шесть, они выиграли с разгромным счетом. Но, к сожалению, в последней игре, наверное, фортуна была немного не на нашей стороне. И они уступили детскому дому из города Смоленск. И мы были в шаге от поездки в Лондон. Это главный приз соревнований. Но в любом случае, то, что дети съездили в Сочи, они поучаствовали в играх и в насыщенной экскурсионной программе, это уже большая радость. Не то, что для нас, для них в первую очередь. Потому что, наверное, благодарность, радость и счастье можно было увидеть и в глазах каждого ребенка, кто приехал на этот турнир. Чтобы поднять боевой дух перед решающими матчами, на второй день игр все участники турнира были приглашены в Сочи парк. Ребята посетили развлекательные площадки, покатались на аттракционах, посмотрели представления с дельфинами и выставку гигантских фигур из песка. По итогам игр Арсен Схавребов заслуженно получил звание лучшего вратаря, а Алик Засеев звание лучшего бомбардира. Вчера, в День защиты детей администрации Завского района, ребята были награждены грамотами. Главная цель соревнований «Будущее зависит от тебя» заключается в том, чтобы способствовать успешной социальной адаптации детей-сирот благодаря спорту, а именно игре в футбол, который так любят во всем мире. Елена Газаева, Заурустаев, информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 3 июня. В Знаурском районе Республики ясно. Днем температура воздуха плюс 19, ночью плюс 11. В Завском районе переменная облачность. Днем плюс 19, ночью плюс 9. В городе Куайса также переменная облачность. Днем плюс 16, ночью 8 градусов тепла. В Ленигорском районе Южной Осетии ясно. Днем плюс 20, ночью плюс 13. В столице Республики Цхимвале переменная облачность. Днем плюс 19, ночью плюс 12. У меня на этом пока все. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова